Здравствуйте! Кларкия происходит родом из Северной Америки и благоприятно произрастает в Чили. Своё название растения получила благодаря руководителю экспедиции Уильяму Кларку, который привёз в Европу множество новых видов и сортов представителей флоры из североамериканских земель, в том числе и это цветущее травянистое растение. Спасибо за вашу поддержку лайками и комментариями. Ну, а мы продолжаем. Кларкия – это однолетний кустарник, который имеет хорошо разветвлённые прямые стебли и достигает высоту в пределах 80 см. Нижняя часть стебля к концу вегетации деревенеет. Период цветения продолжается с июля и до сентября. Растение цветёт белыми, оранжевыми и розовыми четырёхлепестковыми цветами. В природных условиях Кларкия размножается самосевом. Выращивание Кларкии происходит только семенами, потому что растения однолетние и периоды его цветения и образования семян как раз приходятся на тёплое время года. Чем раньше посеять семена Кларкии, тем раньше начнётся период цветения. При осенней посадке Кларкия начинает свисти уже в начале июня. А если высадить семена в открытый грунт в последний весенний месяц, то расцветёт Кларкия только в последние дни июля. Преимущество посадки семян сразу на свой постоянный земельный участок – это быстрое укоренение, раннее и более продолжительное цветение. А для выращивания рассады семена необходимо посеять в начале апреля. Сорта гибриды Кларкии-махровой рекомендуют выращивать именно из рассады. Гибридные сорта Кларкии не нуждаются в пикировке и не выносят пересаживания. Слишком густые посевы молодых сеянцев необходимо осторожно проредить, не повреждая соседей. Лучшее время для посадки Кларкии в открытый грунт – это последняя неделя мая. Кларкия прекрасно растёт на участках со сквозняками, прямыми солнечными лучами и с полутенью. Почва для Кларкии необходима плодородная и лёгкая. Это будет способствовать активному росту и развитию растения, а также его обильному и продолжительному цветению. На тяжёлых, глинистых почвах цветок будет чувствовать себя намного хуже, а кислые почвы для этого кустарника вообще противопоказаны. Периодичность и объёмы поливов зависят от частоты осадков. Можно обойтись без поливов в период прохладного лета и частых дождей. В остальные дни поливать Кларкию рекомендуется в умеренных количествах после высыхания верхнего слоя почвы. Самые распространённые для Кларкии вредители – это огородная обложка и мучнистый червец. Фуфанон и карбофос – это надёжный способ борьбы с ними. Ну вот и всё на сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео и оставляйте комментарий. Также переходите по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки также найдёте в описании под роликом. И если хотите поддержать канал, то ссылки тоже в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok